Российские власти много говорят о том, что санкции нам не страшны, потому что, посмотрите, рубль вернулся на довоенный уровень. Как вы правильно сказали, курс рубля сегодня не является рыночной переменной. Он зависит от действий Центрального банка. Центральный банк уже 28 февраля ввел целый ряд ограничений, которые позволяют ему фактически диктовать курс рубля. Самые ключевые два фактора это, во-первых, рост цен на нефть, высокий цен на нефть. Во-вторых, это существенное ограничение импорта. Надо понимать, что сегодня цены на нефть находятся на уровнях, которые мы не видели с 2014 года. И в этом смысле 80 рублей за доллар это даже слишком слабый рубль, потому что в 2014 году рубль был 35, в среднем по году 38 рублей за доллар. Даже если мы сделаем поправку на инфляцию в России и в Америке, то будет не 38, а 50 или 55 рублей за доллар, смотря как считать. Но есть и вторая переменная, которая способствует укреплению курса. Это ограничения на импорт. Дело в том, что из-за санкций российская экономика не может больше покупать многие товары, которые она покупала за рубежом. Кроме того, из-за частного бойкота, из-за бойкота частных западных компаний, Россия тоже не может импортировать многие товары, услуги, технологии. И в этом смысле спрос на доллары существенно упал. Поэтому, как ни странно, те самые санкции, которые были введены и правительствами, и в добровольном порядке компаниями, из России ушло, напомню, 600 западных компаний, приводят к тому, что рубль должен укрепляться. И в этом смысле укрепление рубля – это не только пропаганда. Факторы, о которых я сказал, не означают, что это хорошие новости для российской экономики. Отсутствие импорта – это на самом деле означает, что российская экономика будет чувствовать себя хуже. Высокие цены на нефть означают, что давление на европейских политиков для того, чтобы ввести нефтяной эмбарго, будет только расти. Потому что чем выше цены на нефть, чем больше Россия получает из Европы каждый день в оплату своих экспорта нефти и газа, тем больше европейские политики получают критики за то, что нефтяной эмбарго до сих пор не введено. И в этом смысле укрепление рубля, может быть, это хорошая новость в разговорах между Эльвирой Набиулиной и Владимиром Путиным, но для российской экономики это не очень хорошая новость.